Всем привет! И сегодня на канале Алиэкспресс «Трана чудес» я вам расскажу, как чистить штампик для стемпинга. Есть много разных способов его очистки. Я покажу те, которые знаю я. Самый простой, распространенный способ, который мне не понравился, это берем скотч, хоть малярный, хоть обычный. Отматываем кусочек скотча, вот так вот здесь подгибаем, катушки прилипаем, здесь остается липкий слой. Так, сейчас будем испытывать. Все покажу. Берем трантантен, так, несут здесь рисунок, сейчас не важно. Отпечатали, я надеюсь, что видно. И вот, чтобы почистить штампик, берем скотч липкой стороной, штампик чистый, без проблем. Мне не нравится этот способ, потому что скотч нужно постоянно вот так вот отлеплять, вот так вот как-то его опять перематывать там. Это очень-очень неудобно. Но кому-то этот способ нравится, он им прекрасно пользуется. Следующий способ, простейший, для россиян. Я не знаю, страна большая, опять же, страна большая и вообще мир большой, это щетки для чистки одежды. Это один из любленных моих способов. В принципе, я приноровилась именно к этому способу изначально, то есть мне он понравился больше всего. Эти щетки продаются в России практически везде, стоят они копейки, и к ним всегда можно купить запасные блоки, они стоят просто сущие копейки. Но страна у нас очень большая, и мир у нас огромный, не везде продаются эти щетки. Я нашла их на Алиэкспресс. Если кому-то нужны, обязательно оставлю ссылочку. В общем, история такая же. Я говорила, что мне не нравятся они тем, что их неудобно ставить, и у меня к этим щеткам постоянно где-то что-то все время прилипает. Вот. Ну, единственный способ их как-то ставить, это вот так вот. Либо, если положишь вот так, все, это значит все будет на этой щетке. Ну, опять протестируем. Так. То есть я надеюсь, что я доходчиво объясняю. Шлепаем. Рисуночек отпечатался. Все. Штампик чистенький. Вот эти щеточки меняются, вот эти липучки, очень хорошо. То есть вот так вот за краюшек потянула. Дальше свеженькая липучка. Кто не знает, что это такое, кто не видел, объясняю сразу, чтобы потом не было лишних вопросов. И мой самый излюбленный способ. В принципе, это точно такая же щетка, но куплена мной на Алиэкспресс. Сразу предупреждаю, девочки, цена аховая. Но мне так захотелось вот это приспособление, что я не могла себе отказать, чтобы его не купить. Продается вместе со штампиком. Для стемпинга. Это вот фирменная штукенция. Я надеюсь, тут видно. Сиси-н-сиси. Уж я, если неправильно называю название, сори, как говорится. То же самое. Также этот блок вот так вот вынимается. Все это меняется. Все это прекрасно и замечательно. Работает точно так же, как и щетка для очистки одежды. Соответственно, ну сейчас продемонстрирую. Чтобы вы уже точно видели, что это все работает. Просто мне удобнее, когда на столе вот так стоит. Я думаю, кто работает в салонах, тому тоже гораздо удобнее. То есть все видно. Штампик чистенький. Все прекрасно, все замечательно. Поставили в сторонку, если не нужно. Теперь перехожу еще к одним способам, которые, возможно, многим неизвестны. Ну, хотелось бы им это знать. Итак. Допустим, если вы делаете какой-то рисунок так, и вам нужно убрать, ну, частично. Со штампика лишнее. Я уже показывала. Я уже приноровилась к липучкам. Но, тем не менее, сейчас буду, наверное, на белом показывать, потому что на этом очень плохо видно. Буду показывать сейчас на белом. Плохо видно темные. Очень плохо. Возьму белый. Лак для стемпинга. Ну, тут мне специальные узоры не буду подбирать. Просто, чтобы показать, как это работает. На белом будет виднее. Да, то есть белый виднее. То есть самый первый простейший способ. Берем тоже скребочек для стемпинга. И вот так вот, бамс, прилепляем что-то лишнее. Но, как вы видите, этот способ работает не всегда. В принципе, им можно и штампик чистить, но, как видите, дает сбой и проплешины. Можно, но осторожно, не очень получается. Мой излюбленный способ. Это мои любимые липучки. Я их уже сто раз показывала. Липучки эти приходят либо вот в такой вот упаковке, либо просто без упаковки. Вот просто вот так вот лежит. Там сто штук. Сейчас затарилось еще пять штук мне едут. Так как они мне постоянно в ходу, я уже просто затариваюсь ими досконально. У продавца цена постоянно прыгает. То 26, то 27, то 28, то 29 рублей. Ссылочку, конечно же, на них оставлю. Девчонки, если цена в районе 20 с чем-то рублей, берите сразу несколько штук. Итак, что я делаю? Берем любую палочку, хоть деревянную, хоть какую, неважно. Я принавровилась вот к этим вот пластмасскам. Вот здесь вот, я надеюсь, видно липучка вот эта. Уже показывала. Прижимаем, накручиваем на палочку. Так. И со штампика, если нужно, снять лишнее. Вот прям полосочки какие-то. В принципе, вот этот способ самый удобный. Убираем. Если хотите, можно весь штампик так почистить. Это же липучки, они все к себе прилепляют. Вот так вот. Раз, раз, раз и все убрали. Сколько липучки есть, все уберет. И вот эти же липучки. Если вдруг неудачный стемпинг какой-то, то можно... Сейчас просто обновлю липучечку. Потому что там лака налипла, уже не будет так работать. Именно поэтому приходится покупать, покупать и покупать. Допустим, неудачный стемпинг. Так. Тоже способ не всегда работает, но, возможно, кому-то поможет. Так. Возьмем. Вот этот рисуночек. Возможно, кому-нибудь поможет. Так. Так. Берем типсинку. Ну, вот прижали, допустим, как-то неудачно рисунок. Так. Я надеюсь, что все видно. И вот этой же липучкой можно... И вот этой же липучкой можно... Ну, тут вот не сработало. Прилипло хорошо. В некоторых случаях можно убрать рисунок. Если этот способ не работает, то тут уж говорю о неудачном маникюре. Хотя, я обещала снимать отдельно на одну тему. Берем бафф и спиливаем неудачный маникюр баффом, если на обычном лаке. На гель-лаке, конечно, можно просто взять жидкость для снятия лака, быстренько все это удалить. А вот на обычном лаке так не получится. Будет стираться лак. А так лак станет просто матовым. Можете любым бесцветным лаком покрыть. И все будет шикарно. Опять цвет останется на месте. И уберете ненужный стемпинг с ногтика. Ну, я думаю, что понятно. Я уже этот способ показывала. На него потом сниму еще отдельное видео. Но на этом сегодня все. Все ссылочки есть внизу в описании. Всем удачных покупок. Мира и добра. Пока-пока.